Субтитры сделал DimaTorzok 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 очень такой веселый и соответственно звук этой катушки тоже вот и соответственно хочется показать видео сможем ли мы победить всю эту короче тему без каких-либо запчастей многие конечно скажут что это все кирбик пара зарычала надо ее сразу же менять но на самом деле если сказать это ведь чуть чуть неправильно многие думают пара зарычал подлежит замене абсолютно как бы нет то что зарычала пара это не значит что она износилась и ресурс там толщины зуба там и выработка такая смертельная что вся главная пара будет подлежать замене да я видел очень много историй и видел их своими глазами как человек берет новую катушку у него вот едет со мной на рыбалку первый раз в жизни у него клюет таймень и он в этом а он вообще первый раз на рыбалке не то чтобы там что-то ловил да это вообще первый раз жизни ловить спиннингом у него клюет таймень и соответственно человек просто начинает тащить катушкой как обычно там лебедкой да и чтобы ты ему там в ухо не кричал там и андрюха ты чего братан там фрикцион надо спиннингом выкачивать не все бесполезно у человека там грубо говоря перекрыла все глаза там красные как у быка он ничего не слышит начинает от тебя там отмахиваться может с ноги тебе в челюсть зарядить там то есть все тут короче он просто тянет а потом после какого-то вываживания да там как обычно таймень всегда сходит там происходит там разная причина много ошибок рыба уходит и он начинает дальше воблера кидать и через два-три заброса грит слышь говорит санек что-то блин как-то не так катушка тянет то есть что-то грит не то я беру все катушка рычит то есть новая катушка первый раз на рыбалке и что вы хотите сказать что заодно такое вываживание стерлись у нее зубья нет конечно материал еще сделано гп это мягкие материалы и идет просто обыкновенная как бы сказать деформирование замятия пятна контакта его изменения не получается рычание но при этом абсолютно новая не изношенная пара и можно дальше рыбачить такой катушкой а сейчас допустим час делаю то уберу эти блюжки там выставлю все грубо говоря и дальше можно еще там лет десять спокойно ловить но она будет просто рычать будет отдавать в руку не будет уже такое такого тактильного кайфового ощущения не будет такой чувствительности когда вы будете ловить на какие-то более такие деликатные приманки по грани весовой категории спиннинга на котором будет установлена данная катушка чеки уже такой уже на таком тракторном ходе который уже как по рельсам тут уже не может быть и речи вот и мы соответственно сейчас это попытаемся уважаемые зрители все исправить что обычно в такую ситуацию в первую очередь нужно сделать мы сразу же откручиваем вернее снимаем откручиваем гайку фрикциона снимаем шпулю вот снимаем сразу же под шпурный механизм не нужно я сейчас все разбирать ничего не буду как бы сказать но объяснять конструктив данной катушки эту катушку достаточно много сказано а Наблюдаем, что пара у нас имеет вот такие вот черноватые пятна и такое ощущение, что в катушку попадала какая-то агрессивная среда. Могу предположить, что это в виде морской соленой воды. Обычно такие катушки с БУ рынка, с японского, подскакивают с подобными видоизменениями. Вот, вскрыли мы, мы сейчас не будем смотреть пока ни в выработку ничего. Нам сейчас нужно просто в экспериментальном режиме, грубо говоря, накинуть, как бы вам правильно сказать, регулировочные шайбы. Субтитры подогнал «Симон»! Ух ты! Уважаемые зрители, опыт, как половое бессилие, приходит с годами. Есть небольшая кривизна корпуса, традиционно. О, вот теперь для чего я всю эту историю, уважаемые зрители, делал. Ну, чтобы вам было понятно. Когда мы люфт этот весь привели в более-менее подобающее состояние, ну, плюс-минус, это я сейчас прям на скидку все делал. Ну, теперь вот, слышим настоящее движение, да? То есть, что теперь нам, детей? На усоне все в порядке с звуком. Мы должны все это во всех красотах услышать. Они еще не просто, вот прям как стыки на рельсах, еще мало того, что монотонный рыб, еще идет дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Но, была в моей жизни подобная штука, это, по-моему, Шимана Техниум, но вот это что-то от... Не, ну, многие скажут, пусть она там протирается естественным способом. Ну, вы понимаете, что она так всю жизнь не притрется в таком состоянии. А вот это вот по рукам бить, тракторная фигня. Чего смеяться, она и так смешная. Но, очень тяжелый случай. Ничего тут легкого нету. Но, тоже с годами, как я вам сказал, обладая определенным опытом, мы будем бороться с этой системой. Да, вот задиагностировали первым этапом для понимания. И ничего тут, как бы, прям радостного нет. Нет, я даже боюсь на шестеренке посмотреть. Да, что-то как-то не очень это все выглядит. Но, не в этом суть. Эта беда поправима. Данные стопора обратного хода несут неубиваемый характер с элементами генотипа автомата Калашникова. Так что, им глубоко насрать на все это. Их легко и быстро можно привести в чувство. А тормозные барабаны тех лет выше всяких похвал. Ну, даже, даже, тут. Ух ты, какая яма выбоина. Попалась даже на тормозном барабане. Даже, вот, зубочистка щеколевня попадает. Видите, как цепляется даже. Сломалась. Щелкает. Не одна такая раковина. Их много, вон. При этом, это очень качественный тормозной барабан тех лет. Видите, какая беда. Это говорит о том, что стопудов тут побывала агрессивная среда в виде соленой воды. Вот. Такие моменты. Так, в принципе, то количество рекшеб, которое я сейчас накинул, оно меня вполне устраивает для начального этапа. Движение. Так, раз. Ох, я. Че-то я еще не понял. Подшипники я вообще не могу снять. Ого-го. Что это было? Вот это точно не оригинальный подшипник Шимана. Он даже вот и сюда не встает. По сути, он очень серовый. Я нафиг его сюда вообще напялил, дурака. Вот сделали мы определенную диагностику. Попробовали, подложили до нужного нам примерного момента регулировочные шайбы. Достали главную пару. Я ее помыл. И визуально теперь можно это все посмотреть, как это выглядит. Выглядит это даже видно не вооруженным глазом вообще. Просто, блядь. Да, слов просто нету, да. Я даже не представляю. Вот такого я вам ответственно, мужики, заявляю. Такого я еще никогда не видел в своей жизни. Это полнейший ламидиоз. Просто, блядь. Это трэш. И... Даже есть такое подозрение, что... Ну, а вторичная шестерня, это вообще легенды рока. Вы смотрите. Какая толщина. Она уже тут... Пипец опасна. Вот эта стенка каждого зуба, высота его, вершина. До такой степени острая я вот рукой веду. Если провести по волосам, мне кажется, можно, блядь, побрить. Острота такая, что можно побрить. Вот она как должна выглядеть новая. И как она тут. Я вообще в шоке. Однозначно могу сказать, что что-то тут творилось неладно. Это не... Не штатный какой-то износ. Скорее всего, что... Люди пытались уже что-то делать с этой парой. Возможно, притирать. Вот. Это говорит о том, что мои видео с показом, с учениями, как притирать главную пару, они пошли в народ. Много, конечно, людей пишут хорошие положительные отзывы. Спасибо. Кто-то даже там пастой зубной притирает, исчезает рыки, и люди возвращаются к нормальному бархатному ходу. Но это видно, как правило, те люди, у которых все нормально с головой и с руками. Но мы видим, что это какой-то и другой обратный опыт. И, как бы сказать, сразу же я почему и не стал разбирать ротор, там, кноп там. Кноп тут тоже веселый, надо отметить. Ну, всем слышно. На, как он. Тоже шуршит. С перебегами, с вибрациями уходит какой-то резонанс. Вот. И чтобы сразу же понять, и понять, имеет ли место быть что-то с этой катушкой, я даже не могу сказать, стоит ли даже тратить время и пробовать на все это. Вот. Ладно, уважаемые зрители, пока отключаюсь на совещание. Так. Ну что, банда? Я вернулся с совещания. Вот. Еще раз я максимально глубоко изучил эту главную пару. И, конечно, реально еще раз повторяюсь, я был вообще в какой-то легкой шакире, да? Если можно так выразиться. Вот. Даже не знаю, как вам все это дело показать. Это просто... Это просто какая-то... шоковая для меня ситуация. Видно, износ такой. Вот здесь вот у основания зуба вот такая вот ступенька с таким, блин, колоссальным износом, что тут уже... это вот мужики стопудово. Это вот, честно скажу, это вот не само по себе. Вот. Не само по себе. Это вот что-то, какие-то вмешательства с ней делали. Такого я еще в природе реально не видал. Ну что, не зря я вообще стал снимать видео. Как бы сказать, вообще в целом, блин, очень хорошо, что я его начал снимать, а прям чувствовал, что вот что-то интересное вам можно показать. Тут все, я даже тут и не буду что-то пытаться. Есть у меня новая главная пара. Мы видим на маркировке здесь все четко. 11-й Био, 11-й Био. Все есть, осталось. только как бы выяснить, захочет ли человек делать манипуляции. Потому что в наше время люди думают там уже там как бы делать это дорого. Ну, а хотя сегодня взять сегодняшние цены катушек видели, да? Какие? То есть, сами понимаете, да, что такого класса подобная катушка там может спокойно стоить 20-й, да? Даже к бабке не ходи. Ну и что будем делать? И, как бы сказать, двигаться. Будем менять главную пару на абсолютно новую. Вот. Дальше будут тоже некоторые замены. Дошел я до полного разбора и увидел, что сам бесконечный винт тоже достаточно, как бы сказать, потертый и изношенный. Вот видно, что с внутренней стороны потертый прямо, видим, до такого, прям до желтого металла, то есть до латуни, то есть прям стерты так же края по втулкам, где они были. Тут еще на некоторых местах не до конца. Здесь я видим уже полностью. Вот. покручу вам сейчас под разными углами, может быть более для собственного интереса рассмотрите. Но это не самое главное в этом деле. Меня поразило, как именно был изношен сам бегунок. Вот. видим, изношен сам бегунок. Достаточно жестко. То есть если его так вставить в дорожку, то мы увидим, какие свободные движения он там совершает. Многие скажут, да, это нормально, нет, ненормально. Сейчас берем новый бегунок и вставляем в дорожку. И мы видим, что вот все его движения. Вот. Это даже просто расшатываю. Если взять от стенки к стенки все. Вот и смотрите разницу. Вот я беру опять старый бегунок, вставляю в дорожку, чтобы вы понимали, от рассвета до заката болтается. и новый. То есть бегунок будем менять, потому что люфт самого штока, на котором сидишь, пуля, будет очень сильно увеличен. Так что под замену пойдет бегунок. Удивило меня в этом деле то, что сама каретка внутри вот эти вот ушки, да, они вообще как бы не потерты. Вот. Также были проблемы и со стопором обратного хода. Были залипшие некоторые пружины, которые ролики уже вот так вот не подпружинены. пришлось тоже разбирать и делать, была полностью подпружинка всех роликов. Также на самих роликах тоже есть раковины, как и на тормозном барабане. в принципе, это на его работу мало повлияет. Может быть, только на зашумление, на небольшой какой-то шум будет издавать. И не более того, функциональная работа будет неизменно. Так, уважаемые зрители, как бы сказать, с самой катушечкой я как бы закончил. Все, что для меня было интересно, я над этим сакцентировал внимания. Вы посмотрели. Остальное вы видели все много-много раз. И именно мне по этой катушечке хотелось бы именно пробежать по тем элементам износа, которые могут быть. Потому что, как бы сказать, здесь я столкнулся с такими элементами износа, которые я еще не видел. И вот, что я поменял. я поменял саму главную пару. Здесь мы видим три подшипника и сам бегунок. Остальное все, в принципе, еще имеет место быть. Ну и хочется посмотреть теперь, есть ли какие-то у нас подобные износы в самом механизме ротора, в ролике лесоукладывателя и, как бы говорится, в ручке с кнопом. Ну и давайте посмотрим, что у нас с механизмом ротора. Вот. Как только я выключу, выкручив винт, мы увидим сразу же, насколько отошла душка. То есть, вот она была в таком напряженном пружинном состоянии, соответственно, что разводила коромысла в сторону и здесь соответственно это все под давлением оказывалось был неравномерный износ. Ну, в принципе, пока состояние обычное. вот такое вот все тут дым-сю дым. На самом деле все все пока в пределах нормы. Ну, это вообще тут аж закоксовано как-то. Вот. Пришлось его подсковыривать. Вот. Сейчас посмотрим. посмотрим на сам ролик, более предметно смотреть, а я его протру. Видно, что никакой тут протертости такой особой нету. Значит, подшипник ролик лесоукладывателя в рабочем был в рабочем состоянии находился и работал. Вы знаете, конечно, не первые свежести, но еще имеет место быть. вот. Ничего страшного с роликом лесоукладывателя, как мы видим, не произошло. Все. Подшипники еще поработают. Думаю, нету его смысла пока менять еще свое как бы сказать попрыгает. Вот. Соответственно, дужку мы сейчас подправим. ну вот уже теперь уже что-то более-менее совпадает. на скорую быстренько посмотрел. Дальше мы уже посмотрим. на вот из-за таких перекосов деформации дужки мы видим, на один бок выходит такой износ. ну вот увидим такую выработку. Ну, я бы сказал, что она прям такая не страшная. Ну, да. Тут мы видим и песок и грязь и здесь насколько я понимаю мы видим оригинальную смазку Шимана. Вернее, что от нее осталось. Как мне сказав, хозяин ТО производилась, но как мы видим, механизм ротора не разбирался. Вот это вот так вот выглядит остатки оригинальной заводской смазки. Ладно. Не в этом суть. Посмотрим, что у нас будет дальше. Все полностью загрязнено, мы видим. да, я по упругости вижу, что никто это дело не откручивал. Вот. ступенька сама уже изношена. Вот мы видим, ступенечка сама на коре мысли уже изношена, за которую делают шелчок, фиксатор и не дает сама сброса. дужки. Пружина тоже деформирована, но сейчас мы посмотрим сам износ. Удивительно. честно сказать, уважаемые зрители, я не верю своим глазам. Однозначно в этой катушке много тайн, без вопросов, потому что в виде такие колоссальные износы по главной паре, по бесконечнику, по бегунку, да, грубо говоря, и я вот не вижу здесь, а здесь по идее должна быть такая, ступенька, вы понимаете, да, как раз пружина в этом место давит, и здесь образуются такие ступеньки, что, скажу так, достаточно, допустим, на твине, там, 15-го года, там, 4000, ну, не важно, на каком, без маски порыбачить активно два сезона, как здесь сотрется прям очень-очень сильно, и ротор, по сути, будет подлежать замене. здесь, а я ожидал увидеть что-то такое из ряда вон выходящее, но я его здесь не увидел, уважаемые зрители, и не знаю, то ли ротор меняли, то ли как тут что происходило, но это же не может быть так, все там изношено, да, а тут почти как бы, ну, вы сами понимаете, едушка не откидывалась, как-то, это как-то несовместимо, да, ну, ступенька, это, как я вам показал, она достаточно быстро на самом деле стирается, ей не нужно там лет пять, так что судить по ней никак нельзя, да, не вижу я тут какого-то зверского износа, но хозяин утверждает, действительно, катушка много работала, да, тут мы видим все в пределах, в пределах нормы, я бы сказал, тут вообще все, все в идеальном состоянии, практически бы, как бы так и сильно там не работало, от силы, можно сказать, может быть, рыбалок 30, а то и меньше, вот как, вот, видите, уважаемые зрители, как-то вот я уже тут сталкиваюсь с противоречиями, здесь мы здесь мы не видим никакого выработки особой износа, здесь мы видим кучу выработки, вот, ну, может быть, хозяин не сказал, что производилась там замена ротора, там, скоромыслом или еще что-то, или, или, может, как-то катушка работала в какой-то там троллинг, там, ну, непонятно, да, то есть как бы больше только на подмотку там выматывалась человек живет во Владивостоке и может быть имеет место быть морской какой-то рыбалки там с элементами троллинга там вымотка там 200-300 метров потом это подмотка потом опускание дужки и опять все это под натяжкой под ходом катера все это разматывается ну и опять закидывается где она действительно этот узел как-то мало работал я не знаю это сейчас просто пытаюсь как бы найти объяснение данному моменту ну однозначно я уважаемые зрители не эксперт вот и как бы сказать назвать себя мастером рыболовных катушек как бы сказать тоже нельзя я уже всем давно говорил покажите мне эти институты у нас в России которые выпускают специалистов или мастером мастеров по рыболовным катушкам все все на на уровне самоучек и не более того вот никто не видел этих там японских техкарт никто не видел ни формуляров ни паспортов никто не видел выполнение этих регламентных техкарт по которым выполняются те или иные операции и регламентные работы да то есть никто этой документации вообще я больше чем уверен что в России их никто вообще не видел возможно вот почему-то такая уверенность что никто вот так что я вот если кто-то уважаемые зрители имеют какую-то версию данного происходящего момента да то пишите будем вместе как бы сказать разгадывать я еще однозначно задам вопрос хозяину как так могло произойти то есть или почему так ну вот теперь мне еще очень интересно с кнопом потому что кноп выдает свои прелестные звуки потому что у биомастеров здесь у нас стоит один подшипник и стоит одна втулка это всем давно известно и если тоже много работает и втулка не смазывается то на оси на оси на этой на которой одевается кноп идет выработка выработка буквально появляется очень даже моментально рыбалок за 10 видите много старой смазки и она так расплескана что как бы из баллончика что ли давили вот сейчас лишнее все все это уберу ну вот кстати посмотрите как выглядит уже старая непригодная для дальнейшего употребления смазка но тут тоже нужно понимать кто-то скажет да она еще годная ну конечно если ее нет вообще то это лучше чем вообще ничего уважаемые зрители но если у вас есть новая то конечно нужно менять на более свежую новую смазку любая смазка это лучше чем без нее так ну сразу же скажу такие болючие места данных семейства катушек где имеется вот такое вот соединение наружки это вот здесь здесь у нас закручивается этот винт на увидите я только раз и все вот это больное место они откручиваются теряются и сразу же скажу вот эти резьбовые фиксаторы видите он уже все он уже все нужно будет это все вынимать и пересаживать на свежий более современный и долгосрочный резьбовой фиксатор все вот это одно из больных мест как я и говорил вот здесь вот втулка видно что там уже только одна черная черная такая стружка порошок высохшая внутри вот и один подшипник подшипник мы сейчас достанем вот он сразу же висит с регулировочной шайбой с регулировочной шайбой сейчас я его протру чтобы не пачкать инструмент обычно после таких грязных смазок там оставшихся процессе эксплуатации потом инструмент дольше оттираешь от этого предпочитаю сразу же как-то уменьшить урон инструменту узнаете подшипник имеет место быть да накатики такие да хорошие ну вот здесь вот он как-то с этой стороны даже и не цепляет снизу вот конкретная ступенька тоже узнаете видно что это как-то эллипсом начало нарабатываться с одной стороны есть с другой нет но я скажу тоже накат этот уважаемые зрители не не смертельный все выглядит здесь так вообще как бы нормально ну с этой посильнее выглядит не смертельно видно что-то да давно не смазывалась видите здесь какая смазка тут она еще как-то чуть-чуть тут она сверху вообще уже высохла в порошок потом в конце еще на закуску мы мужики посмотрим фрикционный пакет шайб то есть как какого износа у нас еще шайбы потому что по механизму ротора ролик у лесоукладывателя и ручки с кнопом я здесь я не вижу такой работы которая бы совмещалась вот с таким износом внутреннего механизма уважаемые зрители ну что банда как я и обещал в конце всего этого мероприятия мы конечно посмотрим что у нас с фрикционным механизмом сама катушечка уже собрано все тут очень очень в порядке я бы сказал просто все идеально можно до утра смотреть как она крутится никаких шумов ничего все в пределах нормы все четко душечка работает все мягенько правильно ничто никуда ничего не распирает не выжимает все у нас четко и давайте посмотрим что у нас с фрикционным механизмом уважаемые зрители видим вот такую выдавленную смазку выдавленная выдавленной смазки мы видим ворсинки фетровых шайб это говорит о том что фрикцион у нас все таки работал все таки работал сейчас даже если присмотреться видно что вот эти вот ворсинки элементы виден даже скажем так стружка фетра если можно так выразиться видно прямо в смазке вот прям здесь на стопором кольце вот она смотрите ну здесь я скажу тоже так особо такого ничего нету тоже все в пределах нормы смазки здесь достаточно пропитана шайба нормально нигде надрывов мы не видим понятно что с металлом ничего не случится в этом узле здесь мы тоже наблюдаем все отлично никаких надрывов не видно самое что интересно толщина шайб в пределах нормы вот ну тут уже все пояснять не буду да все шайбы пропитаны видно прямо они такие полупрозрачные все смазочки нигде никаких надрывов не видно по толщине все нормально вот весь пакет уважаемые зрители ничего такого криминального я не нашел то есть нельзя сказать что прям тут фрикцион горел дымился там чтобы вот тут какой-то прям такой износ видал намного хуже и когда сами эти фетровые шайбы аж их разрывало они изнашивались по-разному и на один бок и равномерно и неравномерно вот ну в принципе есть конечно одно предположение почему так происходит износился именно механизм да то есть все везде как бы оно в принципе в пределах нормы нормально а износился именно механизм вот скорее всего это произошло именно таким образом что на катушку в двух моментах в каких-то вот именно в двух моментах либо первый момент это при использовании высокоупористых приманок неважно каких то есть либо это воблер либо это вертушка там какая-нибудь там с ладошку либо там шторлинг какой-нибудь грамм 100-150 или космастер там на сотку то есть ну неважно скажем так назовем это просто высокоупористые приманки либо это произошло такой колоссальный износ на именно на проводке высокоупористых приманок да потому что это как бы логично да то есть фрикцион толком не работал да там немного раз как бы откидывалась ну душка вернее она откидывалась ровное количество забросов да но вот именно большие приманки убивают механизмы как бы сказать понимаете быстрее чем будет износ в каких-то местах да вот либо это при неправильном вываживании крупной рыбы да то есть ее тащили просто тупо как лебедкой хотя в принципе человек вроде как грамотный понимающий и предположительно что это грубо говоря катушка была ухайдака на именно на упористых приманках вот ну например каких куда он сейчас уважаемые зрители покажу на примере каких это это приманках может происходить на примере вот таких чтобы вы понимали да вот сколько тут 9 метров есть серьезнее экземпляры еще больше таких вот если вы думаете что вы покупаете там на ваш взгляд какую-то там мощную катушку там и у нее там она свои категории и маркировки пэджи и что она вам потянет какую-то мощную приманку вы глубоко как бы сказать заблуждаетесь на самом деле не обязательно ее даже длина и вес она может быть короче в два раза но если у нее лопата будет не меньше либо больше раза в два то против течки и при каких-то определенных углах когда еще несет если это рыбалка с лодки то несет лодку за собой то есть понимаете иногда лодка бежит быстрее чем приманка потому что под берегом течка меньше а ты кидаешь со струи и ее за собой как бы тащить ну как грубо говоря приманку а вам все равно мотать надо вы же не можете так какое-то время долго плыть и вы все равно подматываете вот и грубо говоря пятно контакта очень быстро теряется но я скажу есть такой момент опытные люди неграмотные в меру сваления знамости они могут не понимать таких элементарных вещей а потом бегать и кричать я купил дорогую катушку оно у меня убилось за одну рыбалку Что за херня там рычать начинает Да ничего там нормально Это все обычная жизнь Надо понимать такие вещи От этого я всем рекомендую Если вы уже берете Под конкретные мощные Приманки мощные Тут конечно нужно Брать уже более Такую серьезную катушку И как правило такие катушки В СВ серии именно Без нарационок Это начинается с Твина и со Стеллы Потому что пара Так условно называемая морская Стоит только либо Твин либо Стелла На биомастерах их тут Нету хотя биомастер Или сейчас Страдики Они тоже как бы СВ серии Но пара там совсем другая Уважаемые зрители Ну что это я так Поболтал с вами Нужно будет собирать И заканчивать данный проект Ну что банда Мое видео подошло к концу Все катушечка собрана Настроена Хозяин Как бы сказать акцентировал Внимание На люфт штока На котором сидит шпуля На намотку После всех Как бы сказать Работ я Смотал Как бы сказать шнур И сделал намотку Проверил Потому что хозяин Акцентировал Внимание Обычно я Такие вещи Не делаю Есть с катушками Регулировочные шайбы В коробочке И каждый рыбак Если он нормальный Адекватный спиннингист Он этими шайбочками По шпульным механизме Сам набирает себе Их количество Тем самым Выбирает намотку Для нужных условий И стилей лова Вот здесь уже Так как хозяин Сакцентировал Внимание Я как бы Все таки Смотал Перемотал Посмотрел Что в принципе Для его условий Примерно Как то Вот такая Намотка Должна его В принципе Удовлетворить Вот Что могу сказать Могу сказать Что это Одна Не из немногих Катушек А в принципе По такому Износу Внутреннего механизма Я вам честно скажу Видел впервые Такую катушку Да И мне ее победить Не удалось То есть В каком плане Мне не удалось Ее победить Победить Не удалось В том плане Что я Как бы сказать Не обошелся Без замены Детали Вот То есть Все таки Обладая Даже какими-то Намоками Восстановления И решениями Мне все таки Пришлось Эти детали Вот Поменять Вот Победить ее Значит Не удалось Потому что Я уже вам показывал Такие Как бы сказать Износы Они уже Не побеждаемы Вот С катушечкой Все у нас Замечательно Катушечка Работает Под своим весом Люфт Вернее Люфт А как бы сказать Вход штока Мы видим Хозяин Беспокоился Он у нас В пределах Допуска Даже Больше чем Все Мягенько Ходит Нигде Ничего Тут Никакие Эти Мы видим Не распирает Все Четко Мягко Хорошо Можно до утра Любоваться Всем этим Движением Вот Ну что Уважаемые Зрители Пора Прощаться Пишите Свои Комментарии Кому Что Интересно Мое Видео Подходит К концу Всем Кому Понравилось Ставьте Палец Вверх Подписывайтесь На мой Канал Делитесь Этим Видео С Друзьями Ну А мне Как бы сказать Приходит Время Говорить Такие Слова До Свидания До Новых Встреч